По обращениям жильцов дома номер один на советском проезде и домов 1 и 3 на улице Гаевского, сотрудники администрации совместно с представителями депутатского корпуса проверили заведение общественного питания, расположенное под окнами жителей. Со стороны парковки была обнаружена точка продажи осединских пирогов, шаурмы и лаваша. Первое, что бросается в глаза – замусоренная территория и отсутствие у продавцов кассы. Отсутствие онлайн-кассы – это 100%. Соответственно, идет здесь фиксация денежных средств через мобильное приложение. И, соответственно, работают вообще в черное. Информация о данном нарушении была передана в налоговую службу. Так как уголок потребителя находился далеко, все документы о торговой точке спрашивали у владельца. Это у нас санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное продовольственным магазинам ООО «Здоровье» улица Гаевского, дом 2. Я так понимаю, это не продовольственный магазин и не ООО «Здоровье». Оказалось, что данное предприятие арендует у них помещение, но соответствующего договора на месте не было. Внимание участников рейда привлекло и импровизированное кафе, где, видимо, и собираются шумные компании. На устранение нарушений владельцу дали три дня. У нас в общем штраф в уходе 25 тысяч. До составления протокола собственники должны устранить данные нарушения, чтобы это были как смягчающие обстоятельства. В данном случае штраф может снизиться. Если нарушения не будут исправлены, то штраф будет максимальным. Объект теперь будет находиться в зоне постоянного внимания, и будут постоянно здесь люди из администрации, и я как представитель депутатского корпуса, обращать внимание. Внешний вид, соответственно, тоже не очень устраивает ни меня, я думаю, и ни жителей города. Жалобы жителей поступали и на пиццерию, расположенную на улице Гаевского. Чаще всего вопросы связаны именно с вывозом мусора. Его нередко наблюдают у заведения по утрам. Участники рейда проверили документацию торговой точки и уточнили, заключен ли у пиццерии договор с региональным оператором. Без такого документа осуществлять свою деятельность они не могут. Мы убираемся каждую ночь. Мы выставляем на улицу рядом. И утром убирают уборщик. А куда он убирает? Я не знаю. Вот поэтому, собственно говоря, хочется посмотреть договор с региональным оператором. На сегодняшний день реализуется программа, по которой все здания города приводятся к единой стилистике. Яркое оформление пиццерии заметно выделяется на общем фоне, а неоновые лампы часто мешают жителям ближайших домов. У нас 21 век, соответственно, вот эти, так скажем, изыски архитектурные, которые каждый субъект торговли пытается осуществить, не всегда это красиво, не всегда это подходит городу. Обратили внимание и на рекламу, расположенную в ненадлежащих местах. Руководство пиццерии получило извещение о просьбе предоставить связанные с этим вопросом документы в администрацию округа. Александра Столярова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.